Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день. Сегодня день жен Мироносец. Церковь прославляет сегодня женщин в церкви, пометуя о том, что именно им первым Господь открыл великую тайну своего воскресения. Поэтому за их смирение, за их любовь к Богу и за их действительно мужество Господь удостоил их этой великой чести. Поздравляю вас, дорогие наши жены Мироносицы! Итак, сегодня церковь за богослужением в воскресный день предлагает нам отрывок из книги Деяний Святых Апостолов, глава 6, первые 7 стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев. За то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийская, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами книгу, чтение книги «Деяния святых апостолов». Сегодня перед нами шестая глава, первые семь стихов. Очень интересный эпизод. И говоря об этом эпизоде, сразу хочется вспомнить и эпизод, который мы читали с вами в пятницу, о Сапфире и Анании. О чем, если вот смотреть более так широко, о чем говорят нам эти два эпизода? О том, что действительно церковь не была идеальным обществом с точки зрения именно административной. Она формировалась, и там были внутренние конфликты. И церковь стремилась их разрешить. В церкви действительно были проблемы. И автор книги «Деяния святых апостолов» как раз таки и не скрывает этих проблем. Были проблемы лицемерия, и были проблемы, которые вскрываются в сегодняшнем отрывке. В чем она заключалась? Нужно понимать, что сейчас речь идет о, в основном, иудео-христианстве, потому что еще не пришел апостол Павел, церковь еще не начинает так сильно раздостаться на территории, которые исконно занимали именно языческие народы. В иудее, в обществе израильском же, было некое деление в обществе. Были евреи, которые, и они в тексте так названы, которые жили постоянно на территории Иерусалима. А были так называемые эллинисты. И вот даже у меня в книге стоит звездочка, и внизу подписано, это евреи из стран языческих. Действительно, это так называемые евреи из диаспоры, из стран языческих, но которые старались ходить в синагогу в этих странах, потому что мы знаем, что во многих городах были синагоги. И апостол Павел, часто приходя в какой-то языческий город, сначала проповедовать начинал с синагоги, а потом уже часто его там не принимали, он шел в другие места, к язычникам уже непосредственно. И здесь тоже многие из пришедших в Иерусалим в день Пятидесятницы, на иудейский праздник Пятидесятницы, услышав проповедь апостола Петра, они поверили, остались в Иерусалиме и жили вот в той общине, которая сформировалась христианская община среди тех, кто продал имущество. И надо сказать, что вот эта забота о вдовицах, это древняя традиция еще ветхозаветной церкви. При синагогах существовали специальные, скажем так, социальные отделы, которые занимались как раз таки вот этой помощью. Церковь тоже продолжает эту действительно благочестивую традицию, принимая ее от эстафетов ветхозаветной церкви в новозаветную церковь. И таким образом они начинают помогать вдовицам и неимущим людям. Но, как мы часто говорили, когда читали послание апостола Павла, что люди становятся христианами, но предыдущий свой опыт они не могут еще отсечь. Вот это давление ветхого человека, оно еще продолжается. Ветхого, облаченного в мирские похоти. Вот это мирское деление еще было, потому что был конфликт между евреями, которые жили в Иерусалиме, и евреями из диаспоры. Они между собой, так сказать, конфликтовали по различным причинам. И здесь этот конфликт продолжается. То есть мы видим, что произошел у ленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в жизненном раздании потребностей. То есть они приходили в церковную общину и им давали меньше, чем, условно говоря, вдовицам из тех, кто были местные евреи. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись астылав». Очень интересно, что здесь именно соборное решение. Этот принцип соборности соблюдается и до ныне в церкви, и мы должны его свято блюсти. Именно соборность решает важные вопросы в церкви. И вот апостолы собирают учеников, собирают множество народа и решают, что проблема уже настолько большая и требует настолько много времени, чтобы ее решать, что она уже отнимает драгоценное время у апостолов. Поэтому они делают административные решения, принимают. Выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и поставьте их на эту службу. Именно службу социальную, социальное служение. И мы постоянно прибудем в молитве, служении Слова. То есть они разделяют обязанности. Очень важно, и это очень хороший на самом деле пример, который многому учит и нас сегодня, не только в церкви, но и за ее пределами, с точки зрения чисто организаторской. Что происходит? Происходит делегирование обязанностей. И действительно апостолы, как люди, просвещенные Духу Святым, делают правильное управленческое решение. Они делегируют часть своих обязанностей, часть ответственности своей. Потому что иначе не будет роста. Нельзя за всем уследить. Но нужно выстроить такую систему, в которой все будет работать. Механизмы будут оттачены, работают отлажены. И выполнять функцию вот этого организма, тела церковного. И вот они делают это. Делегируют часть своих обязанностей, часть ответственности своей. На апостолов разделяют, создают, скажем так, вот это социальное служение. Потому что на апостолах лежит важнейшая задача проповеди. Но социальная работа тоже важна и является частью заповедей Божьих. То есть помощь ближнему. Но для церкви на данном этапе первостепение была, конечно же, проповедь. И ею эта первостепенность и остается у церкви на самом деле. При условии того, что социальная работа тоже должна быть и должна проводиться хорошо. Соответственно, мы видим, что избирают семь человек. Стефана, мужа исполненного верой Духа Святого, Филиппа и так далее, перечисляются. Это семь деканов, которые выполняли социальную функцию. Но в дальнейшем мы увидим, что Дух Святой так распоряжается. То есть на данном этапе было необходимо организовать вот эти семь человек для помощи вдовицам и обездоленным людям. Это социальная поддержка. А в дальнейшем мы видим, что Стефан будет убит, побит камнями за проповедь. Диакон Филипп будет проповедовать. То есть Дух Святой направляет уже эту деятельность в такое более не социальное русло, а уже церковно-богослужебное. Поэтому сегодня мы видим проблему церкви, мы видим, что церковь административно ее пытается решить. Это очень прекрасный пример для нас сегодняшних, чтобы мы понимали, что проблемы возникают всегда. И нужно живо откликаться неформально на эти проблемы и решать их. Уметь делегировать часть ответственности, уметь распознать эту проблему, увидеть. И не нужно их бояться. Они были, есть и будут, потому что церковь — это еще и человеческий организм, богочеловеческий. Поэтому ни в коем случае не нужно унывать, но стремиться в молитве своей призывать помощь Божию, чтобы Господь укрепил на Свою благодатью на дело благое, будь то проповедь Слова Божия, либо же помощь обездоленным. Поэтому укрепимся в вере, дорогие братья и сестры, будем молиться. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Христос воскресе! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова